Привет, друзья! Сегодня я расскажу о даче Салтыковых в Санкт-Петербурге. Сразу оговорюсь, что никакого отношения эта семья к печально знаменитой помещице Салтычихи не имеет. Итак, начинаю рассказ. Все, кто хотя бы раз находился в районе метро Черная речка, обращают внимание на необычный кирпичный дом, напоминающий готический замок. Это и есть дача Салтыковых. Земельный участок достался Елизавете Строгановой в качестве приданного к свадьбе с князем Иваном Салтыковым. Князь был страстным коллекционером доспехов и оружия, а дал этому хобби несколько лет своей, увы, короткой жизни. Через пять лет после свадьбы он заразился холерой и умер. В память о так рано ушедшем мужа Елизавета решила построить на своих землях загородный особняк и разместить в нем мужнину коллекцию оружия. Строительством здания занялся бывший крепостной, впоследствии семейный архитектор Петр Садовников. Дом он выстроил в готическом, любимом им стиле. Отделку дома поручили более известному архитектору Горальду Бассе, который отошел от готического стиля. Интерьеры особняка были выполнены в стиле Людовика XV, более изящные и эффективные. На первом этаже, справа от главного входа, размещался зал, где хранилась коллекция оружия. Нижняя часть стен, дверные и оконные проемы были облицованы дубовыми панелями, сверху покрыты тканями. Главное украшение зала – камин из цветного мрамора и резного дерева. Потолок был разделен на квадраты слепным рисунком, в стиле английских замков. Слева от наружного входа находилась гостиная. Дерево здесь было меньше. Это помещение считалось женским. Из коридора узкая лестница вела на второй этаж, где находились жилые комнаты. К сожалению, кроме стен, от этого дома к концу XX века практически ничего не осталось. Сразу после Октябрьской революции дачу национализировали. В доме располагались то больница, то школа, то иностранные представительства. В здание постепенно приходило упадок, а особенно пострадала в период строительства станции метро «Черная речка». Тогда в нем жили рабочие метростроя, а также хранили строительные материалы. Затем целых 11 лет дом пустовал, разрушался и даже горел. Пока, наконец, в 1996 году фирма «Бурдамода» не отреставрировала чудесный особняк. Постарались даже восстановить часть внутреннего убранства. Правда, это только потолочные плафоны в двух залах. К счастью, документацию по ним удалось обнаружить в личных архивах Салтыковой. Восстановили и въездные ворота, представляющие собой две тюдоровские башни с зубцами и четырьмя бойницами. Сохранили часть пейзажного парка. Здесь приятно отдохнуть, гуляя по тенистым аллее. Когда-то в этом парке внук Салтыковых Иван, стараясь извлечь из принадлежавших семье территорий максимум выгоды, велел построить оранжереи. Выращимые бегонии, гиацинты, тюльпаны и другие цветы предназначались для продажи ресторанам и соседним дачникам. А в 1908 году в южной части парка был открыт ресторан Вилла Раде. Григорий Распутин был завсегдатаем этого заведения. Парк и особняк засветились и в кинематографе. В 1979 году здесь снимали несколько сцен из фильма о Шерлока Холмсе «Кровавая надпись». Сегодня в особняке Салтыковых работают магазины и пекарни, а здание законом Санкт-Петербурга в 1999 году объявлено охраняемым памятником истории и культуры и включено в государственный список недвижимых памятников городостроительства и архитектуры местного значения. В завершении этой небольшой экскурсии скажу, что супруги Салтыковы Елизавета и Иван похоронены на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры в Санкт-Петербурге, а фирма Бурдамода в 2007 году выкупила здание и открыла здесь свое представительство. Любой желающий может посетить особняк на Черной речке и полюбоваться на этот замок, как из сказки. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Пожалуйста, если оно вам понравилось, поставьте свой лайк и предлагаю подписаться на канал. Обещаю, будет еще много-много-много интересного. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!